Взгляд Михаил Будерагин политический рунит был, да весь вышел. Л. Михаил Будерагин, политический рунит был, да весь вышел. 30 марта 2015 года, 9.15. Пока блогеры обсуждали флешмоб феминисток за обнажение грудей, это в Европе, и борьбу феминисток против неправильных слов, это в России, министр связи тихо подготовил нам проект суверенного интернета. И это хорошо. Война, казалось бы, уже совсем закончилась к вяще всеобщей радости. Никуда не делись санкции, но где наша не пропадала. Что нам осталось от украинских событий? Например, уход с повестки дня когда-то громкой, важной, очень болезненной темы, государство, мол, сейчас будет тут контролировать интернет и всех до смерти законтролирует. В 2013-м вокруг сети и ее мнимой свободы велись ожесточенные перепалки, о методах и принципах ограничения интернета писались доклады, например, фондом открытой новой демократии, оппозиция реагировала на каждый чих. Мол, сейчас все закроют, будем отправлять письма голубями. Нет, не закрыли. Роскомнадзор блокирует определенные сайты, но те, кому они нужны, умеют обходить блокировку, а остальные 90% пользователей решительно равнодушны к запрещенному контенту, предпочитая котиков, одноклассников, ныть ее в твиттере и электронную почту. Интернет не пострадал, пользователи не стучали айфонами по горбатому мосту. И неудивительно, что новость о том, что профильное министерство готовится презентовать доклад о суверенном интернете, заметили в основном участники рынка и представители отрасли. Деятельность государства в сети теперь комментируют так же, как работу органов власти по регулированию водопользования или судостроения. А ведь в 2013-м все эти бури бушевали и по куда более скромным поводам. Мол, сейчас все закроют, будем отправлять письма голубями, фото, Максим Богодвид, РИА Новости, времена изменились, и украинские события сыграли в этой перемене значительную роль. Сторонникам свободы интернета трудновато критиковать российские власти на фоне запрета на Украине телеканалов и официального приказа не сомневаться в российском вторжении. Тут бы нашим воинам света отказаться от поддержки Киева, а как на это решиться, придется ведь признать свои ошибки. Но коллективный любитель свободы не ошибается, поэтому о цензуре на Украине просто молчит во избежание. Мало ли, придет Аваков, заругает. Кроме того, оказалось, что сетевая борьба против власти в России уперлась в саму необходимость определяться по крымскому вопросу, и все те, кто почему-то уверены в том, что Крым нужно отдать Украине, даже в интернете отныне в меньшинстве. В оффлайне им ничего не светит и подавно, но в Фейсбуке вдруг появилось столько ватников, что приходится агитировать за Крым среди своих, чужие в процветающий в составе Украины Севастополь не верят, хоть и тресни. Что будет с Рунетом дальше, предположить не слишком трудно. Очень медленно, невероятно осторожно, дуя на воду, его будут национализировать, для того, чтобы вдруг это когда-нибудь пригодилось. Техническая сторона так останется куда более важной и проблемной, чем контент, за которым все равно уследить невозможно. Но контент, и это тоже значимый итог последнего года, уже никому не вредит. По поводу Украины в Рунете ругались 2004 года, а изменилось все лишь тогда, когда в Крыму появились вежливые люди. Они не делали селфи, не писали в Фейсбук и не ныли в Твиттере, и, смотрите-ка, как все хорошо получилось. 2015 год во многом знаковый. Мы еще будем вспоминать о том, как разворачивались процессы, как Фейсбук запускал дроны с интернетом, как СМИ начинали восставать против Твиттера. Я не знаю, чем все это закончится и закончится ли вообще, но оппозиция проиграла сеть в России, и это тоже окажется важным. Возможно, государства будут воевать с сетевыми гигантами, возможно, станут торговаться. Кто-то что-то на этом потеряет, как это часто случается в корпоративных противостояниях, но подведем итог, политический Рунет умер и скончался тихо, потому это, на фоне приключений блогера Катца, яростных феминистических споров, борьбы ватников и укропов минус совсем незаметно. Но все уже случилось, и даже горевать об этом некому, потому что все заняты куда более важными делами. Влияние сети на политику сегодня равно нулю. Ни пост, ни комментарий, ни флешмоб, ни акция, ни кампания не стоят ровным счетом ничего, они не влияют на принятие решения, и ни у кого больше нет иллюзий о том, что когда-то повлияют. Отсутствие реакции на доклад Министерства связи, последний камешек в этот новый фундамент. Можно строить дом, под землю он не провалится. А зевайки могут разойтись, чтобы обсудить яичники Анджелины Джоли, зря она что ли их вырезала. Надеюсь, что к финалу обсуждения Минком связи все согласуют, приметы начнет воплощать в жизнь.